В конце 80-х один из апостолов клубной культуры Тони Уилсон сделан открытие. Они аплодируют диджею, не музыканту, не артисту, а даже скорее посреднику между музыкантом и публикой. В 21 веке, наверное, уже никого не удивишь выступлением диджеем, но тем не менее, сегодня у нас в рубрике VIP разговор пойдет одним из первых диджеев, который вошел в эпоху клубной культуры. Это диджей Ван Рудок. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень много преувеличили, но ладно. Ну ладно, можно будет потом вырезать в конце концов. Ну, первый такой вопрос. Как вообще настроение? Есть ли ощущения приближающейся весны? Как долетели? Вот так. Долетело отлично. Ощущений весны пока, к сожалению, нет. В принципе, особой зимы в Москве не было, поэтому, как всегда, настроение хорошее, очень симпатичное место. И я знаю ребят, которые здесь управляют этим заведением уже много лет, поэтому мне всегда приятно приезжать. Диджеи обычно выбирают себе какой-то псевдоним, они занимаются поисками его. Вот у вас, в принципе, ну нет какого-то псевдонима Иван Рудок, вот он так и есть диджеи Иван Рудок. Ну, скажите, были ли какие-то поиски, может быть, искали, выбирали? Были какие-то варианты? Может быть, один вечер я на это потратил, в голову лезли разные версии. Все они были абсолютно дурацкими, смешными и несерьезными. А поскольку я очень серьезный человек и люблю во всем, чтобы был порядок и некая строгость и стильность, то, в принципе, я подумал, что мое имя и моя фамилия для этого нормально. Пишут то, что вы абсолютно не соответствуете образу такого тусовщика заядлого. Хотя, в принципе, для диджея, который в этой сфере крутится, это довольно странно. Почему так у вас случилось? Ну, я просто слишком давно уже в этом бизнесе, практически 17 лет, с 92-го года. И, конечно же, в начале пути были тусовки, и все это было интересно. Ну, а потом, естественно, все это надоедает. И потом тусовки, они ведь очень много сил и времени отнимают. И либо человек тусуется, и все остальное страдает, либо он работает и говорит тусовкам «стоп». Вот я бы трогал второй игре. Я прочитала про вас, что вы в детстве, в общем-то, мечтали стать не только летчиком, но еще и популярным артистом. Сейчас у вас, в принципе, есть такая возможность, вы вполне можете и запеть. Вы не хотели осуществить эту мечту, детка? Сейчас я работаю как раз над новым синглом с Тимуром Родригезом. Это наш уже второй релиз будет. И, возможно, что в части трека будет мой вокал, и когда я его запишу, и если мне понравится, и если люди, которых я знаю и уважаю, скажут, что да, это неплохо, тогда я это оставлю. А если нет, я буду искать вокалиста. Тема программы вообще посвящена правилам тусовки. Вот, ну, поскольку вы уже много лет в тусовке, в принципе, вот вспомните на вскидку какие-то основные правила тусовщика, или, может быть, хотя бы одно? Всегда быть на позитиве, всегда хорошо выглядеть, всегда знать, в какое место человек идет и какая музыка там будет звучать. Ну и самое главное правило – это, конечно же, не употреблять наркотики и достаточно дозированно употреблять наркотики. На известном фильме «Брат» была такая фраза, вопрос «В чем сила?» Там было два варианта ответа – «В деньгах и в правде». Как вы думаете, в чем сила? Я думаю, что сила, безусловно, в правде, и в деньгах сила и счастье, и гармония. Всем привет, это Иван Рудок, специально для Night Party TV.